Всем привет! Мы в машине времени, а значит впереди путешествие по истории с остановкой на самых интересных событиях этого дня. 8 октября отмечается Всемирный день осьминога. Они пережили динозавров и, несмотря на огромное количество врагов, отлично чувствуют себя и сегодня. Все благодаря способности мгновенно менять цвет и подстраиваться под окружающую среду. В пищевой цепочке спруты разместились между дельфинами, морскими котиками и акулами, от которых стоит держаться подальше, а также улитками, крабами и планктоном. Это основной рацион моллюска. Кроме этого, для дезориентации агрессора осьминоги могут выбросить воду чернила или совершить отвлекающий маневр, сбросить конечность, как ящерица хвост. Кстати, в мозгу и шупальцах осьминогов насчитывается около 500 тысяч нейронов. Поэтому их поведение базируется не только на инстинктах. Ученые считают, что хищник хорошо поддается дрессировке. Наблюдения показали, что моллюски лихо преодолевают искусственно созданные преграды, откручивают крышки с банок и демонстрируют другие чудеса интеллекта. Также в этот день произошло окончательное освобождение Руси от монголо-татарского ига. Ему предшествовала битва, которую назвали Стояние на Угре. Но обо всем по порядку. В конце 15 века Руся крепла и была достаточно большой, богатой и сильной. Поэтому не могла мириться с выплатами Дани тогда уже наследнику распавшейся Золотой Орды хану Ахмату. В 70-х годах князь московский Иван III прекратил платить дань. Потеряв крупный источник финансирования, в отместку хан Ахмат сжег город Олексин и попытался пойти на Москву. Но попытка провалилась. Какое-то время монголо-татарская ига пыталась устраивать набеги на русские города. Но поняв, что запугать царя невозможно, Ахмат стал готовиться к крупному сражению. Оно и вошло в историю под названием Стояние на Угре. Река Угра находится в Калужской области. Чтобы вести наступательные действия, враг должен был ее форсировать. Однако русское войско отлично держало оборону. 11 ноября Большая Орда отступила и с того дня Русь освободилась от 240-летнего господства монголо-татарского ига. 8 октября 1967 года магаданская пресса сообщила о первом беспосадочном перелете Москва-Магадан. Воздушный лайнер Ил-18 преодолел расстояние в 6270 километров за 10 часов и 17 минут. Но примечательно то, что полет выполнил единственный в стране полностью женский экипаж турбовинтового самолета Ил-18. Бортмеханик Валерия Попова вспоминала, что многочасовые полеты были непростой задачей. Но четкая работа всех членов экипажа и красота за окнами кабины сглаживали все трудности. Магаданцы встречали женщин с цветами, показывали свои достопримечательности и угощали икрой. К слову, решение о создании женского экипажа для установления мировых рекордов было связано с празднованием 50-летия октября. А еще в этот день впервые в истории два боксера использовали в бою перчатки. Они были далеки по форме от современных, но функционально, так же как и сейчас, смягчали удары и снижали риск получения травмы. Вероятно, первые бои в перчатках проводились и ранее, однако официальное упоминание о них было сделано 8 октября 1818 года. Как сообщалось в местных газетах, боксеры выглядели нелепо и комично шарообразными накладками на руках. Необходимо уточнить, что в те годы сражались на кулаках, причем правила «не бить друг друга ногами или не кусаться» обговаривались перед каждым поединком. Но обшество с перчатками публике не понравилось. Ей хотелось крови, а бойцы, нежелавшие ее проливать, выглядели в глазах толпы трусами. Считается, что на такой шаг спортсмены пошли не столько для самосохранения, а чтобы власти перестали запрещать бокс. Ведь поединки на голых кулаках нередко заканчивались печальными последствиями. Забавно, что сейчас кулачные единоборства только набирают популярность. Вот и все на сегодня. Люби историю и отмечай праздники. А мы увидимся в машине времени.